Доброе утро, страна. Что, кушать? Кушать, 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 отец, кушать. Я вам кашку уже сварила и яйца в этот... Кашка вкусная, кашка. Яйца в снявке. Отварила. Сейчас с чайком, бюгон, покушуем, и это будет наш замечательный завтрак. Так что так. Я сегодня... А, почти вот такая. Мурка, 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 мурка. Чтоб вы понимали. Все, Оля возвращается, короче. Вы же за мной такой соскучились, да? Вы такой обезьяны. Это слишком в последнее время серьезное стало, да? Загнал вас слишком. Да, слишком правильно. Потому что, Коля, знаешь что, потому что я же говорю, не нужно обращать внимание на... Это я тебе говорю, а не ты мне. Да, но я же тебе и повторяю, что не нужно обращать внимание на тех, кому я не нравлюсь. Кому я не нравлюсь, дос ли дос. Все. Потому что, знаете, как я же говорю, пытаешься подсех подстроиться, подсех красивым не будешь. Нужно вести себя как обычно. Как обычно я себя веду, правильно? А то, когда начинаешь пытаться, что-то там, думать, где суха-то, блин, теряешься. Теряешься, и на этом все заканчивается. Я знаю, это просто хейтеры специально так пишут, чтобы разобрать меня. Но нет. Я же не такая. Я же вернулась. Всем теперь будет опа. Теперь я опять вас всех заговорю, нарассказываю. Короче, у всех будет души болеть. Так что, чтобы вы понимали. Так, короче, насыпаю хавать, да? Ну да. Мне надо красиво насыпать, а тебе много, да? Так, чайник, чайник. Сейчас надо будет заснять, как почистить чайник. Ты посмотри на этот чайник. Это же кошмар. Смотри, сколько уже накипает. Это ужас. Это посмотри. Это жесть. Я как раз лимонную кислоту где-то была купила. Где-то была? Где-то была. Где-то вот, где-то была, где-то уже ее не стало почему-то. Ты пытаешься мои грязные шкафы показать? Ну да. Ну молодец. Блин, а что, я же купила. Ага, вот же. Вот сейчас как раз и почищу чайник. Так что так. Так, ну что, давай я буду насыпать, накрывать и садимся. Накрывай. Конечно, я жду. Зато Коля теперь стоит разобранный весь. Он эти упражнения на, что там, на плечики сделал, да? Да. А теперь ходит, а-а-а-а-а-а-а. Даша ходит за задницу, Света держится. Я хожу за ляжки и держусь. Да Коля плечами не может шевелить. Ой, короче, у нас весело. Так что так. В общем, вот такие пирожки у нас есть. Ничего, надо же въехать просто. Немножко въеду и будет все хорошо. Ну, я уже въехала, да? Ага. Теперь Коля осталась только въехать. И все будет отлично. Все, насыпаю кувшить. Сейчас только ложку найду. А то я все опять заховала, куда я подохвал. И у нас будет вкуснейшее. Слушай, я хотела этого. Не ма петрушки. Что ты врешь? Да не вру, иди, смотри, выбирай, там не ма. Фигня какая-то. Сходи на огород, там есть. Ну, серьезно, смотри, она там. Да она некрасивая вообще никакая. Да блин, чуть-чуть петрушки мне. Что, серьезно, что ли? Да. Иди, найди петрушки мне. Иди, петрушки. На завтрак. А то будешь голодный сидеть, понятно? Я могу и без петрушки поесть. Ты будешь и без каши есть. Если ты мне сейчас петрушку не перенесешь. Не более того, без яиц даже. Давай иди, иди, давай. Давай, 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 давай. Иди за петрушкой. Идем смотреть петрушку, ешкин кот, емое. Говорит уже, нет петрушки. Ну, как бы есть, но... Ой, она такая, видите, вообще никакая. Ну, совсем никакая. Совсем никакая, совсем некрасивая. Блин. Мелочь пузатая. Емое. Короче, сейчас что-то настибаю. Какую-то мелочь. Опа! Надо, чтобы было красиво. О, киски. Киски, надо, чтобы было красиво. Емое. Не, ну, еще какая-то, блин. Более-менее. Где она подросла? Я просто, она меня просила пару дней назад вот, ее нарвать. То пару дней назад она была совсем не ок. А сейчас, в общем, даже ничего. Смотрите, красиво. Вот тебе петрушечка. Вот тебе спасибо, очки. Каши, тебе так хватит? Хватит, хватит. Тебе овощи или яйца просто? Не знаю. Ну, быстренько. Яйца давай просто. Два? Овощи. Два, конечно. Два, конечно. Два, конечно. Это вообще не одно яйцо-то. А, хорошо. Они, надеюсь, у нас мягкие получились. Блин. Где вот эта штуковика? Какая такая? Ой, немножко рубок. Этот, пыталась сварить смятку. Не знаю, всего лишь три минуты, но что-то, по-моему, они успели уже... По-моему, они готовились. Они допарились, да, внутри. Так я же воду слила, что-то они допарились. Они не мягкие. Ох, я так хотела смятку. Нафигеть. Значит, они закипели раньше. Все-таки. Не, ну, не так себе. Не совсем уже густяк. Ну, совсем. Короче, чищу яйца. Все, давай, готовься. Убирай там на столе. Сейчас кушаю. Коля у нас доклепывает видео. Хочу ставить на заставку, слушай. Не знаю, что хочешь, что ставь. Доклепывает видео. Мы вон садимся кушать. Света, он кушает. Ей по делам бежать надо с утра пораньше. Даша тоже уже покушала. Ну, вот. Я вот так вот кушаю. Вот так вот Николашка кушает. Вот так вот мы все кушаем, да? А вот это вот я. Да, да, да. Да, да, да. Давай быстренько выкладывай видео, да и... Да не могу я быстренько. Кушать. Я хочу медленнее. Собаки же тоже покушали. Да, да, да. Садись кушать. Сажусь. Ну, так вот ты же тут сел. Самое комфортабельное место занял. Ты вот понимаешь, я ни туда, ни сюда. Ты не сюда клепай. Так я такая, что клепала кусочек. Я тебе подсказывала. Здрасте. Я сидела непосредственно в этом принимала участие. Коля сегодня на работу. Да, как ни странно это звучит. Да, да, да. На работу как на праздник. Поеду сейчас прицеплю я какую-то полочку. Я какую-то полочку, полочку якусь прицелюсь. А еще, Олешке, тебе надо заправить баллон попросил Олешку. Иди яйца, блин. Выйди с постановки. В общем, Коля, давай доклепай видео и будем кушать. Потому что я буду сейчас злиться и ругаться. Яйца не получились эти, не получились мягкие. Получились такие полумягкие. Ну что, поели можно и поспать? Да, поели можно и поспать. Завтра прошел успешный. Успешно, да? Успешный. Обалденно. Я иду поваляться немножко. У меня такая вся какая-то не такая. А Николашка едет на работу. Сейчас быстренько туда иду. Я думаю, часа два-три, да? Да, быстренько управлюсь. Быстренько. А потом мы планируем все-таки сделать ответы на комментарии. Потому что уже на комментарии я не отвечала жестко, долго. Мы то крепаем видео, то занимаемся чем-то. Как готовим, как говорится. То еще что-нибудь, то нам город надо, то еще и кассиринга. Что-то вообще, жесть какая-то получается. Да, так что я приеду, я думаю, мы заснимем вам ответы на комментарии. Обязательно надо заснять ответы на комментарии. Я думаю, они выйдут раньше, чем это видео. Я тоже думаю, да. Потому что комментарии, та, ё-моё, еще на те, аж на те, на те, эти. Аж на те, на те, эти, как их называют. Видео. Мы уже сколько уже, три видео мы отвечаем. Так что так. Девчонки, спасибо огромное, кто присылал еще рецептики. Да, да, да. Кто хочет еще присылать рецепты, присылайте быстрее. Потому что 30-го числа закрывается конкурс. Но это буквально вот через сколько там дней? 10-9 дней. Да, 10-9 дней. И я же говорю, что просто кто уже 30-го пришлет, то вот то, что за 30-е только насмотрят, допустим. Я думаю, вообще уже как бы надо было бы закрыть. Вот. Не знаю. Ну, просто ж пообещали изначально, понимаешь? Ну да. Я думаю, что на что-то рассчитываю. То есть, смотрите, посмотрим, как там будет. Но я же говорю, что мы закрываем уже конкурс. Потому что, ну, все, кто хотел, уже в принципе прислал. Там 2-3 человека еще досылают видео. Вот. И как бы я думаю, что как-нибудь на прямом эфире мы, наверное, да? Да, да, да. Сто пудов. И почитаем голосочки, да, голосочки. И там, призочки, призочки. Так же так. Посмотрим. Я даже не смотрела еще, даже предварительно не смотрела, кто, что, куда. Поэтому, кто еще не доставил пальчики, кому там хочется доставить пальчики, пересмотрите еще видео, посмотрите, кто вам больше нравится. Может, кому-то еще поставьте пальчики вверх. Вот. Ну и все. Вот такая вот интересная. Информация. А у нас солнышко вроде как чуть-чуть, смотри. Пытается вылезти. Ну, в общем, ладно. Раз тебе быстро надо ехать, значит, тогда приедешь уже тогда чайник. Я вам покажу, как чистить чайник на камеру. И это самое. Ну, как чищу я, например. Но это эффективно. Я же говорю, он сразу налет кусками слетает. Вот. Ну и ответим на комментарий. А ты едешь на работу? А я иду в кроват. Вот так вот. Вот так вот. Вот такая вот у нас веселая жизнь. Сотуши. Давно мы вам не показывали хозяйство. Смотрите, какое здоровенное хозяйство у нас, а. Вон, какие крыльяники бы вырастали, а. Уже мамку догнали. Здороватики. Взял мусор Николай. Взял мусор. Не нашел сверло, не нашел нифига, едет на работу. Еду, куплю сверло по дороге. Молодец. Там рядом рынок, так что заскочу на рынок, возьму сверло. И сделаю все. Ну все, давай только быстрее возвращайся, а то мы так на комментарии не ответим. Там уже нас собиралось, елки-балки сколько. Давайте, давайте. О, нас солнышко походу собирается выходить. Или вышло? Такое маленькое что-то. Что-то типа маленькое. Ой. Точно листой пахнет. Ребята, прям смотрите, трава вон, капец, зеленая стоит. У нас толками зимы не было в этом году. Вообще капец. Крутецко. Не, ну с одной стороны, знаете, страшно вас-то с этим изменением климата и со всем остальным. А с другой стороны, смотришь, так уже и зима в принципе не нужна. Если сейчас у многих тюльпаны, он повылазили. Нарциссы повылазили, елки-палки. Все повылазило, блин. Почки начали распускаться. И сейчас, не дай бог, морозы и конкретная зима, и что. И вот тогда будет, конечно, ай-яй-яй-яй-яй-яй. То, конечно, уже пускай лучше так и остается. Хотя в позапрошлом году, не в прошлом, позапрошлом году я пересматривала видео, наши старые. И в позапрошлом году, представляете, смотрим, когда мы снеговиков красивых таких огромных лепили. Я посмотрела это видео, конец января, начало февраля, выпал такой конкретный снег, представляете. Было такое, что прямо уже потеплело, уже так классно-классно было. Или это был февраль. Февраль, по-моему. Это же не конец января, а февраль это был. Точно. Это был февраль. Конкретно уже так было потеплело, прям видео мы снимали уже так классно. Я уже на улицу выходила, почти такая раздета, полураздетая. И потом резко посыпал снег. И буквально за ночь, за день и за ночь насыпало столько снега. Мы тут, Коля не знал, как убраться все лопатой тут махал. И мы-то таких красивых-красивых снеговиков налепили. Огромный такой у нас стоял. Потом тут такая у нас красивая русалка сидела или что-то такое. Но это было не в прошлом году, а позапрошлом. Получается. Прикольно. Все, пока-пока. Ой, руку неудобно было. Все, Николашка поехал. Думаю, через часа два-три вернется. Я как раз посплю немножко, подрихну. Что, нужно немножко отдых делать себе. Вот такие вот красоты. Блин, я уже думаю, если уже за такая весна, то точно, что может быть уже что-то думать про посадки, про подготовку огорода или как, я не знаю даже. Вчера выходила на улицу, смотрела. Еще на огороде никто ничего там не убирает, не делает. Не, соседка выносит этот, от кроликов, как типа перегнует, у нас соломы постоянно от кроликов пускает. Но она много чеснока засаживает, для чеснока очень полезна. Каролиные вот это вот. Каролиные горошки. А под лавкой так вот до сих пор, смотрите, какая зеленая-зеленая трава стоит. Она почему-то под лавкой там не замерзает. Смотрите, какая она крутая. А вот там уже дальше видно, что она такая более желтая. Прикольно. Сейчас на улице прям весной пахнет. В красоте неописуемая. Класс. Даже ветерочек пахнет весной, представляете? Супер. Вышли подышать свежим воздушком. Да? Собаки рыб. Вы тоже вышли подышать свежим воздушком. Блин, смотрите, какая погода, да? Только же такое солнце яркое было, пока взяла камеру, пока вышла. Вон уже все. Солнышко спряталось. Ой, и ветер начался. Капается, капается. Нет, но все равно на улице погода, вот, ну, прям весенняя. Собаки радуются. Радуетесь. Скажи, где весна? Скорее же весна приходи. Скорее же приходи весна. Да. Наш папа еще не приехал. Ой, хорошо. Нет, надо иногда выходить на улицу, подышать этим свежим воздухом. Если бы не ветер, вообще было бы классно. Так что ветерочек. Такой вот ветерочек. Блин, я все поражаюсь этой траве. Ну, как так-то, а? Ну, как так-то? Как она такая красивая? Ну, конечно. Ев, тебе нужно обязательно сейчас потопнуться. О, у меня лук, один, нет, два осталось под этим, под грушей. Растет, растет лук мне на салат. Представляете? Да, зимы в этом году капец не было. Я в шоке. О, ветер подул. Сейчас, значит, будет. О, услыхала меня свинуха. Ну, там одна есть. Где она там, господи, ее потеряла? Черная. Где же она? Где ты? Эу. Во, ля-ля. Не забудь задумать. Во, ля-ля. Хрюка. Ты что, хрюка? Хрюка, что, хрюка? Свинуха? Хрюка. Да и ты молодец, молодец. Все, я домой, а вы как хотите. Вы тоже домой? Ах, собакеры. Так, а градусник реально показывает, сколько там? Плюс где-то... Рэм, уйдеть сюда. Плюс 6, плюс 6, где-то плюс 7. Я балдею. Было теплее. Было теплее. Сейчас немножко что-то это... Так, показать себя. Вот, а я, вот, а я сижу. С улицы пришла, что-то продрогла немножко. Походила, посмотрела. Блин, так классно везде. Все такое зеленое. Все такое красивое. Обалдеть. Вот. Ой, прочитала только что, комментарии. Ну, мы же, комментарии, в принципе, я читаю. А отвечали... Рэм, Ева, ну, алло. Я тут вообще-то писать видео собралась. Вы что там собрались и бегать? Вот. А отвечать-то мы решили, как бы... Ну, просто не было, если честно, времени. И, в общем-то, я же говорю, у меня такая крепатура была, что мне не надо отвечать. Решили, когда он приедет с работы, ответить на видео. Вот. Читаю комментарии. Блин, я просто поражаюсь. Ёлки-палки. Люди, которые зашли ко мне, ну, неделю, ну, две назад недели, уже мне пишут. Фу, я вас раньше смотрела. Ля-ля-ля, блин, да когда ты меня раньше смотрела? Алло, Елена там у нас появилась новая. Значит, один комментарий, она какую-то фигню написала, а потом второй комментарий. А мне вот интересно, где Коля работает. Я вас смотрю вот и не могу понять. Ну, так посмотри то, что раньше было. Посмотри раньше видео. Я, что, блин, вообще уже обалдели, блин. Я же вам в карман лезу или что, я понять не могу. Типа, как это вы так живете? Да вот так и живем. Мы очень даже хорошо живем. Представьте себе. Да, обалдеть. И пишет, ой, почти все видео на перемотке смотрю. Вопрос, зачем ты их вообще смотришь? Вот я не понимаю. Я не понимаю людей, которые, блин, мне пишут. Ой, стало неинтересно. Наверное, буду отписываться. Да, отписывайся и молча. Зачем мне это писать-то? Блин, вообще, ну, я в шоке просто. Я просто в шоке. Я вам тут что, цирк? Если вам неинтересно, покупайте билеты в цирк, идите в цирк. И там очень даже интересно. Еще раз говорю, для новых зрителей, ребята, это влоговый канал. И на этом канале мы ищем друзей. Мы не ищем большое количество подписчиков, которые будут, я не знаю, заходить, делать там, я не знаю, нам просто, как, количество подписчиков. Понимаете? Мы здесь ищем друзей. И наши верные друзья, которые наши верные друзья, которые наши уже постоянные зрители, наши верные друзья, они смотрят нас. И, знаете, от того, что вы мне напишите, я, наверное, не буду вас смотреть, или я там буду смотреть вас, когда у вас будет весело, или еще какую-то ерунду. Знаете, я вам так скажу. Так и проверяются, в принципе, друзья, да, наверное. Когда у человека все хорошо, друзей в море. Когда у человека что-то, какие-то переменные в жизни, или что-то плохо случилось, или еще что-то, сразу раз-раз-раз все как мыши разбежались. Вот я же говорю, все наши верные друзья, они все с нами. Они пишут, они смотрят. За это вам огромное, девчонки и мальчишки, спасибо. Вот все-все-все, кого я хочу видеть, кого я ценю, кого я люблю, все абсолютно мне пишут. Даже бывает, что вот так долго не пишут, все равно потом напишут, что мы смотрим, но времени нет. Понятно, что у всех, после праздников тем более, после всего времени нет писать, и я абсолютно ни на кого не обижаюсь. Вы у меня самая-самая крепкая и самая родная поддержка. И спасибо, что вы вот таких вот чудо-смотрителей и чудо-подписчиков, понимаете, иногда ставите на место, потому что мне действительно тоже пишут. Скучно с вами стало? Приду, когда будет с вами весело, смотрю на перемотки. Ну, скучно с нами, я же говорю, мы не цирк. Здесь не написано цирк, понимаете, здесь написано семейный канал. Семейный канал – это что? Это наша жизнь, это то, что у нас происходит. И специально что-то придумывать, чтобы развлекать вот таких вот подписчиков, понимаете, вот таких вот друзей, ничего не буду. Вот у меня было такое состояние, и на этом моем состоянии, да, которое вот было, оно у меня длилось около двух недель, а тут даже и больше. Что-то вот оно, такой вот переход какой-то непонятный. И вот на этом моем состоянии и были проверены, можно так сказать, настоящие друзья, потому что те, которые действительно нас всегда и поддерживали, все нам, в принципе, и писали, вот, они поняли, они меня наоборот взбодряли, говорят, а ну, перестань хандрить, давай, вот, давай уже как-то раскачивайся. Да, все, слава Богу, раскачалось, слава Богу, начало себя чувствовать более-менее лучше. Видимо, было действительно вот этот непонятный переход. А мне, кстати, написало, ой, я не помню, вот честно, кто? То Лисандра написала мне. Не помню, честно-честно не буду говорить по поводу того, что такое частенько бывает перед днем рождения. Представляете, говорят, что такие перемены, вот такие перепады настроения бывают перед днем рождения. У меня вот 24-го дня день рождения будет. И, возможно, действительно, это перед днем рождения. Я вот начала сидела и сразу задумалась. Я же говорю, вы мне пишите комментарии, вы мне даете толчок на какие-нибудь там обдумывания, задумывания, там, то и сё. Вот, и села, и начинаю вспоминать. Дело в том, что у меня в прошлом году точно так же было. Перед днем рождения какое-то состояние такое было, знаете, такое, неопределенности. Возможно, возможно, это действительно перед днем рождения есть такое вот что-то. Ну и мы вообще, если так разобраться, водолеи мы вообще натуры странные. У нас бывает то всплеск энергии, то наоборот, мы затухаем, гаснем, тухнем, и у нас какой-то творческий депресняк, что ли. Да, ну, что сделаешь, я же говорю. У нас бывает творческий бардак только в голове. Ну, это такое дело, это у всех так бывает. Так что, ребята, правильно написали мои любимые, хорошие наши друзья, не мои лично, а наши семьи и друзья, что все, кто недовольны, все в лес. Или покупайте билеты в цирк и идите в цирк. Здесь цирка вы не увидите. Вы видите нас, вы видите нашу семью, вы видите так, как мы живем. Если нам весело, мы показываем, как нам весело. Если нам грустно, мы тут же показываем, как нам грустно. Потому как это жизнь, а в жизни не бывает, всегда только весело. А всем интересующимся, где Коля работает и на что мы живем, смотрите предыдущие видео, там очень даже четко понятно. Это всем, кто писал с таким, с язвинкой немножко. А для тех, кто, в принципе, только новенькие зашли на канал и, в принципе, нормальные люди, допустим, без вот этих всяких подколов, могу сказать, что я не работаю, потому что я на пенсии. У меня по болезни пенсия. Девчонки мои работают, Света скоро уезжает, Даша думает, чем ей дальше заниматься. Тоже, может быть, поедет к бабушке в Польшу, а может быть, где-то здесь устроится. Она до Нового года работала. Перед Новым годом она уволилась. Так, что, 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 что еще? Что еще? Коля до Нового года работал, он всю жизнь проработал практически на стройке. Причем он работал так, что приезжал под ночь домой. То есть с утра уезжал и под ночь, ну как не с утра, но он так у него в 10, в 11 бывает уезжал. И под ночь приезжал домой, я его практически дома не был, не видела. кто посмотрит более старые видео, допустим, там, наверное, летние там видео, да, допустим, осенние, четко для себя увидит, как я наоборот говорила, Боже, я так за Колечкой скучаю, когда же он уже будет дома, уже так надоело же, он постоянно-постоянно где-то в разъездах. Поэтому так, на, я думаю, с таким темпом, как он работал, то ему просто был необходим отпуск, потому что он сам себя реально загонял. Кто помнит его состояние, он реально себя загонял, он реально уже такой был изнеможденный, так сказать. Ну, того, что он заработал за то время, нам хватило, в принципе, на стройматериалы. Кое-какие, конечно, нам еще нужно будет докупать, но это уже такое обои туда-сюда, всякая такая ерунда. И, естественно, что сейчас, возможно, что ему нужно будет выходить на какую-то работу. Ну, с работой проблем нет, я же говорю, что с работой проблем нет, ему звонят и звонят, и весна вот сейчас пойдет и опять начнется, но он не хочет брать большой объект, он не хочет брать квартиры под ключ, он не хочет вот так вот. Ему удобнее гораздо вот так вот поехал, допустим, да, какие-то полтысячи заработал, и уже хорошо, то есть нормально. Ну, вот такая работа его устраивает, чтобы можно было не быть сильно ответственным перед людьми, потому что бывает, что когда берешь на себя много обязанностей, много ответственности, тогда ты дома ничего не успеваешь делать. А мы реально не молодеем, мы реально, как сказать, да, мы не молодеем, и хочется побольше проводить, во-первых, время вместе, во-вторых, нам хочется наконец-то доделать ремонт и пожить, наверное, в, как сказать, в условиях, что ли, вот так вот, чтобы мы зашли в свою комнату, сняли тапочки и по ламинату босиком-босиком, это же так круто, понимаете. Вот, новости у себя порядки там в комнате, чтобы, знаете, это было только наше такое царство-королевство, и чтобы туда никто не заходил, так классно. Когда ты знаешь, где у тебя что лежит, потому что пока мы вот, ну, девчат не было, Даша жила у бабушки, пока у нее там разгордеяш был в комнате, а Светка была аж на заработках. И пока мы жили здесь, да, я такая вся хозяйка у меня, я уже знаю, где что лежит, там, там, где кастрюльки, где у меня там косметика какая, я там все поубирала, где у меня какие расчески, где у меня какие бумажечки, где у меня что вообще лежит. И знаете, я же говорю, круто, когда так вот, сам себе хозяйка. Вот, а у девчонки посъезжались домой, все, все, блин, где что взять, ничего не понятно, где взять вообще. И что где найти вообще. Так что такие пироги. В общем, не знаю, вот у меня же, говорю, было такое вот сейчас состояние, вот это, я не знаю, месяц может, даже месяц, около месяца, наверное. Перед Новым годом еще так все было бодренько, и как-то после Нового года вот такая, знаете, расслабуха, непонятка и все остальное. Ну, нет, если так разобраться, недели две, наверное. Вот. Теперь, слава Богу, я вернулась, слава Богу, во мне опять вот этот, вот знаете, вкус к жизни проснулся. Возможно, я же говорю, что был такой вот период, когда внутренне, морально не могла себя настроить, что делать дальше. Новый год начался, как-то надо новые планы строить, как-то надо что-то новую жизнь вроде бы как начинать, то есть Нового года, новая жизнь. А настроиться не можешь, такое бывает. Я же говорю, мы в этом году по минимуму постарались делать вот эти гулянок, потому что, если кто смотрит нас давно, знает, что в прошлом году у нас как Новый год начался, потом первое число, потом второе число, потом третье число, потом вечери начались, а потом же с шестого к маме поехали, потом посевальщики тудым-сюдым, потом вечери начались, вечерников ждало, потом еще что-то, потом мы на сауну пошли, потом у меня день рождения, и, короче, это было бесконечно. В этом году мы решили немножечко все поуменьшить, во-первых, потому что, ну, во-первых, бьет по финансам хорошо, это раз, а во-вторых, что поднадоело как-то, знаете, вот поднадоело вот этот шум, гам, вот, наверное, вот такой вот, захотелось нам этот год, наверное, начать более с такого спокойствия, дать полностью организму отдохнуть, ну, и плюс, конечно, то, что мы решили заняться собой, это очень даже хорошее дело, и не потому, что я считаю, что я толстая, я не толстая, ребята, у меня верх, да, у меня верхняя часть тела, она у меня полная, вот, за счет у меня большое впереди все это достоинство, от мамы доставшееся, вот, и, соответственно, я же говорю, что и от этого у меня спина очень сильно болит, вот, а низ у меня худенький, у меня попки нет, у меня ножки, как у козырожки, худые-прихудые, вот, и когда я начинаю поправляться, первым делом, что поправляется? Естественно, все вот это женское достоинство поправляется, плюс спина, плюс вот это все, и получается очень смешная фигура, когда я сверху все огромное, снизу две ножки такие худенькие бегают, это раз, а во-вторых, что, а живот, ну, он живот, это ж, это же уж никуда не спрячешь, понимаете, и особенно если вот летний период, так как мы в прошлом году все-таки съездили на море, и поняли, что я могу, в принципе, преодолеть вот эту дорогу, хотя, я же говорю, у меня врачи заверяли, что нет, ни в коем случае, вы не вынесете дорогу там в этих 6-5 часов, мы на машине на своей, на своей рыжулись, 12 ехали, если что, и очень даже весело, очень хорошо, у меня не было вот этих огромных болей в спине, у меня все отлично, не знаю, вопреки всему, что говорил врач, что морской воздух на меня должен плохо повлиять, я наоборот расцвела там, я вам серьезно говорю, у меня намного легче было и дышаться, мне намного ходить было легче, все, это при том, что мы не придерживались там, правильного питания, да, там и шашлычок могли себе позволить, и естественно, ну, кто-то на море, там, Коля пивко, я венцо, в любом случае, я очень-очень хорошо себя чувствовала, вот, и так как мы в этом году тоже собираемся ехать на море, ну, я так рассчитываю, я надеюсь, ну, в принципе, мы 100% поедем, лишь бы со здоровьем было все хорошо, вот, а раз ехать на море, то хочется, конечно, выглядеть хорошо, не только для себя выглядеть хорошо, хорошо выглядеть для своего мужа, для Коленьки, потому что я знаю, что ему нравится, когда я рядышком красиво я хожу, и, в общем-то, да и вообще, и даже для себя, смотришь в зеркало, я же говорю, когда ты смотришь в зеркало, и тебя все устраивает в зеркале, тогда и настроение поднимается на целый день, тогда и вообще круто все, вокруг круто, все другими красками сияет, все яркое, все классное, все такое, знаете, как точно, что иду и несу в мир красоту, вот, а когда в зеркале что-то уже не устраивает по себе, то уже ты понимаешь, что что-то не так, уже где-то начинаешь, как бы, стеснительнее себя чувствовать, где-то в чем-то не уверенно, вот, и уже, естественно, настроение уже не то, поэтому так, вот, поэтому мы решили, в принципе, заняться, и вторая причина, почему мы решили заняться, не только, чтобы хорошо выглядеть, мне мышцы надо, мне мышцы нужно тренировать, мне нужно мышцы приводить в порядок, потому что, я же говорю, три года до этого я ходила в корсете, и только один год, вот, я сейчас без корсета стараюсь, я сейчас больше начинаю ходить, я начинаю больше давать нагрузку на ноги, естественно, это же и спина, и все остальное, вот, поэтому мышцы нужно приводить в тонус, для того, чтобы, понимаете, не так, что там поднял сумку или пакет, и все, и не можешь, вот, а так, как я же говорю, три года я практически была комнатным растением, дома сидела, я даже не ходила, на дальнее расстояние ходить не могла, я проходила вот так вот отсюда, к нашему туда заборчику, черному, и у меня начинали уже ноги болеть, и все остальное, потому что, мне же, до операции я нормально жить не могла, и после операции, три месяца мне не сидеть нифига, вот, и плюс к тому же, что постоянно в корсете, и я хромала, потому что мне задели нерв, и я очень сильно хромала, на видео, конечно, это не видно, но я хромала, сейчас после костоправа, тьфу-тьфу-тьфу, господи, постучу, после костоправа, я перестала, во-первых, хромать, это самое главное, то, что вот прямо, вот, знаете, я же говорю, хромота, она приводила к тому, что все равно организм, ну, вернее, тело перекашивалось, и в любом случае, начинало все болеть, вот, хромота пропала, и я уже год, вот, уже более-менее себя, уже как год, представляете, вот, столько жить с этими болями, и тут вот уже практически целый год, я себя чувствую нормально, ну, бывает иногда, там, в спине, конечно, заболит, но нет вот этих адских болей, после которых мне сразу же бегом в больницу, и под капельницей, и все остальное, вот, ну, и слава богу, тут, фу, моя красная волчанка понемножечку, меня оставила в покое, да, немножко проявления на лице, конечно, есть, вот, но это уже, знаете, минимум с тем, что было у меня раньше, поэтому я счастлива, Ольга вернулась, как говорится, я вернулась, у меня хорошее настроение, я понимаю, что я многое могу, я сильная, я уверенная, и все у меня классно, вот, и я думаю, вы понимаете, еще самое главное, в семье, это как, когда один расклеивается, второй должен массово поддерживать, я же говорю, я очень благодарна Кулечке, вот, за то, что он меня, вот эти моменты, он меня держал, поддерживал, он меня подталкивал, подпихивал, был моим мотиватором, на все совершения, и в принципе, я же говорю, он меня смотивировал, наверное, начать вот эти физические упражнения, он говорит, давай вместе, давай начнем, пускай это будет, будет тяжело, бросишь, ничего страшного, все можно, а правильное питание, я же говорю, там оно не жесткое никакая диета, просто обычное питание, без всяких вот этих жирных куриц, и без всего остального, просто я же говорю, что очень удобно, тебе подсказывают, то есть, знаете, как вот раньше, блин, хочу там, что-то там, правильно покушать, а сколько же грамм этой каши надо, там, сколько можно того яйца, или можно, или нельзя, можно эту курицу, или что, какую рыбу, в общем, ну, тут все так хорошо, все расписано, я все знаю, вот, даже если я что-то хочу где-то нарушить, я уже себе, знаете, когда насыпаешь там не, там, 50 грамм каши, а там насыпаешь 100 такой, и сам же себе потом, знаете, в голове прокручиваешь о том, что типа, это же много, это же много, и в конечной методе, пока сидишь, кушаешь, ты крутишь себе в голове, что это много, и ты все равно эту кашу не доедаешь, вот, почему эти зарядки, почему мы пошли именно на этот марафон, потому что, когда, то есть, ты сам перед собой ответственный, знаете, ну, там можно и себя саму обмануть, там можно где-то что-то переесть, можно где-то сказать, а, сегодня не хочу, я зарядку завтра сделаю, а когда ты ответственный перед многими людьми, когда вот, например, мы в марафоне, да, отправляем же еду, сколько мы чего кушаем, мы отправляем свои зарядки, вот, непосредственно, Алине нашему тренеру, и она там подсказывает то или не все, то есть, ты не сделаешь эту зарядку, она тебе уже в 10 вечера пишет, а где твои зарядки, ага, ты не можешь сказать там, ну, мне сегодня было впадло, поэтому я сделаю, наверное, завтра, или еще что, понимаете, и вот, поэтому эти зарядочки, поэтому и этот марафон, вот, и надеюсь, что я же верю, что все, кто хотят похудеть, просто возьмите себе в руки, здесь ничего сложного нету, здесь абсолютно все просто и легко, я же говорю, там не надо так садиться на эти жесткие диеты и мучить свой желудок, например, мой желудок себя отлично чувствует, и я же говорю, я наедаюсь тем, что, ну, вот, то, что положено, да, я этим наедаюсь, в первые дни, может быть, немножко был дискомфорт, в том плане, что желудок-то растянутый, а хотелось побольше, типа, закинуть в себя жрачки, а потом, когда ты уже вошел в этот, вот, допустим, 5-разовое питание, да, ну, допустим, 3 раза такие более нормальное питание и 2 перекуса, вот, когда ты в это уже въехал, вошел, то тебе уже не хочется лишнего ничего скушать, ну, там иногда ночью, может быть, допоздна, смотрим телевизор, хочется там конфетку какую-то, но это можно, знаете, пережить, вот, а еще к тому же, вот эти жесткие тренировки, они не жесткие, они тоже легкие, может быть, но на те мышцы расслабленные, которые у меня, мне кажется, не жесткие, вот, и из этих тренировок ты так выматываешься, что ты даже о этой идее не думаешь, то есть тебе быстрее до кровати долезть и упасть, понимаете, поэтому вот так, поэтому так решили, и это наше решение, и спасибо большое девчонке, кто меня поддерживает, спасибо большое мальчонке, кто меня поддерживает, Кто нас поддерживает Потому что мнения разделились Так скажу Зачем мучать, зачем то, зачем все А мучать себя не мучать А наверное приучать к какой-то дисциплине Потому что дисциплина в нашей жизни должна быть Тем более у меня Потому что я такой человек Знаете Вроде бы у меня сильный характер Но что касается Какого-то выполнения зарядок Или еще что Я такая в этих делах очень большая лентяйка Поэтому надо себя учить Ну в общем вот так Немножко с вами поговорила Немножко с вами поболтала Надеюсь вам было не скучно И еще раз хочу Наши друзья всегда с нами Я вас очень-очень всех люблю Спасибо что вы остаетесь с нами Как говорится и в горе и в радости Что вы остаетесь с нами Что даже несмотря на то Что я захондрила на эти несколько недель Вы остались со мной Вы меня подпихивали Вы меня поддерживали Вы меня там ругали кто-то Кто-то наоборот там писал Что отдохни Кто-то говорил Ничего все наладится В общем девчонки Спасибо и мальчишке огромное За то что вы со мной А все кому чего не нравится Ребята вас никто на этом канале не держит Все Всем пока-пока на сегодня Николай приедет И мы обязательно сядем и ответим Всем на комментарии Так что так Всех люблю Всех все мою Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok